Чё, идём акро смотреть, как вы хотели? Вы любили трёх богатырей? Любили трёх богатырей, чё, блядь? Богатырята. Отвратительные три богатыряца и у смутфильма за три копейки. Вы любили трёх богатырей? Ну тогда полюбите и богатырят. Кажется, я не накладывала на тебя чары слабоумия. Мультсериал, в котором много... Боже, блядь мой! Ну вы разве не видите, как они современно адаптированы? Это же просто охренительно. Просто вау. Вы богатыри? Это детишки с крашенными волосами и очень тупыми мозгами. Простой русский богатырь, супергерой, топ-продаж футболок. Как заставка этой дичи умудряется на двух уровнях обманывать зрителя? Как можно раздать героям максимально идиотские способности? И почему-то считать, что... Реально, кстати, выглядит и вправду очень плохо. Белобрыса на тебя похож один в один. Ну конечно. Что зрители их полюбят. И как Союзмультфильм докатился до такого? Сегодня мы в этом разберёмся. Не отходите далеко. Чудес. Чудес. Бля, почему он говорит как орк, который находится в Слизерине, блядь? Орк. Слизерин чудес. Сна чудес. Она, блядь. Все массовы здрев. Есть вещи, которые, видимо, не закончатся никогда. Недавно вышел уже десятый, и это если не считать спин-оффа про Юлия, мультфильм о богатырях. Просто задумайтесь. Когда-то наша анимация была в состоянии комы, и можно было только грезить о том, что когда-то получится организовать хотя бы наполовину такой же успешный мультяшный конвейер, как на Западе. А сейчас осознайте, в наше время ни одна западная франшиза, ни какой-нибудь Шрек, ни Мадагаскар, или там гадкий я, не смогли родить в своей вселенной 11 картин. Бля, слушайте, на самом деле я рад, что у них всё хорошо. Если это ещё и приносит доходы, то это отлично. А у богатырей получилось. С другой стороны вокруг западных мультфильмов есть какая-нибудь... Конкурентов нет, потому что. Дебил, у тебя никнейм говорящий всё-таки. Конкурентов нет, да? Ну, действительно. Ведь эти мультики больше не приходят, ни западные откуда. Конкурентов-то нет, блядь. Нет, вот, посмотрите в кинотеатре. Ничего-то и нет. Богатыри кайфные, по крайней мере, в школе. Да они, на самом деле, вроде бы и так нормальные, даже без школьных времён. Какая событийность. А у последнего мульта про богатырей нет даже страницы на Википедии. Никто даже не пошевелился что-то там набросать. Видимо, эти мультики настолько стали обыденностью, что с таким же успехом можно описывать ежедневное потребление чая. Приятно, конечно. Но ведь это бытовуха. Хотя многие хотели бы стать такой бытовухой. Я уже рассказывал про всякие закосы по трёх богатырей, что пытались словить аналогичный успех на волне эстетики русских блин. И по вашим просьбам я продолжаю этот анализ. И на деле я удивлён. Так что да. О том, что все подряд не стали лепить в своё название слово «богатыри». Ведь по идее этот термин давние и не должен прямо кому-то принадлежать. Хотя, возможно, студия Мельница и на это слово наложила свои авторские права. Но и тут можно обмануть систему. Познакомьтесь, это богатыри. Блин, Rockstar же наложил права. Просто конченые. Rockstar слово и ещё что-то, блять, ебанутые. Богатыриата. Прекрасно. Просто, типа, чё? Я вообще... Знаете, что самое, типа, стрёмное? Что это работает в их... Ну, типа, это работает. Вот что самое стрёмное. Что это работает, а им удаётся давить людей судами и... Мультсериал, вышедший в 2018 году. Глядя на его расчудесный визуал, Я подумал, что над ним работала какая-нибудь левая контора халтурчиков за 3 копейки. А потом я увидел вначале логотип Союзмультфильма. Серьёзно? Знаете, все, кто гнали, что в новом Ну Погоди, графика так себе, просто обязаны прямо сейчас покаяться. Потому что, судя по всему, там создатели, ну, очень... Кстати, а почему в Ну Погоди, графика так себе? Твою же мать. А, как его? Я не понимаю, почему в Ну Погоди, говно графа, если это из Ну Погоди взято, то, ну, нормально же смотрится в стилистике, как бы, ну, окей. Даже постарались. Возможно, даже вычеркнули из общего бюджета ежедневные бутерброды на завтрак. Не, серьёзно, выгляжи нормально. ...преди того, чтобы это зрелище хотя бы не вызывало фонтан крови из глаз. Но вообще, Союзмультфильм, наверное, молодцы, что не только эксплуатируют свои старые бренды, а пытаются ещё и сделать что-то новое. Возможно, посмотрев «Богатырят», я перестану ассоциировать этот бренд с чем-то древним. Ну, так себе, но это стиль просто такой, я не знаю, ну, я, я хз. Мне кажется, если бы увидели западный мультик такой, никто бы ничего не сказал. Ну, там просто обычно. И грянет новая эпоха. Окей, ради бога, хаотичный монтаж, будто у монтажера случился припадок, а заказчик посчитал, что это такое креативное решение было. Блядь, чат, вы ебать душите? Одно все... Стиль говна, блядь. Дёргаются. Ну да пу... Схуяли стиль говна, блядь, алё, вот ему нравится. Ему нравится, а это целевая аудитория. Мне заебись! Я же говорю. Так что, чё вы, блядь, доебались? Там, ну, нормально всё. Ну, идеалом графики в ру-мультфильме, наверное, считается «Маша и Медведь», как сам популярный мульт. Вот и все говнят, что не похоже на неё. Хотя, похоже ведь. Ну, не знаю, блядь. Пустим динамизм, чтобы увлечь ребёнка. Но зачем все эти... Блядь, да ему всё понравится. Знаешь, что ему не понравится? Твой член, блядь. Я заранее осуждаю, это была шутка. Пау! Визги и местами просто случайные звуки поверх песни. Видимо, чтобы её максимально испортить. Вообще, наличие звука в заставке – это нормальная практика. Возьмём, например, опенинг Чипа и Дейла. Бля, ну да, охуенно, конечно, опенинг. Просто охуенно. Слишком часто спасателей поверить, что их только... Бля, просто супер, блин. Да там музон прям охуенно. Звуки органично вписываются. Не бьют по мозгам, перекрикивая саму песню. И нет попытки запихнуть звуковой эффект в каждый монтажный кусочек. Ведь иначе, само собой, выйдет какафония. Но я вам скажу, что и без этого можно легко обойтись. Вот в заставке Gravity Falls упала буква. Но никакого специального звука под этой нет. Нам просто дают насладиться музыкой. И ведь тут даже слов нет. И всё равно создатели решили, что не нужно накидывать звуки, хаотично пытаясь таким образом привлечь внимание зрителей. А знаете почему? Потому что Gravity Falls уважительно относится к интеллекту зрителя. Ну а вот тут... Я даже не... Ну кстати да, монтаж и правда без приема полный пиздец с этими звуками. Очень ебанно сделано. Не знаю, что тупее. Пихать... Давай я послушал опенинг Чипы Дейла. Ну потом... Пихать визги или пихать какие-то слова, которые даже нельзя разобрать. Ведь все заставки мира сразу улучшатся при таком подходе. Да, первый звук в самом мультфильме это звук мух. Видимо создатели таким образом пытались показать, что сами прекрасно понимают, что они сделали. Если вы думали, что мультфильм Богатыря-то он про классических богатырей только в юности, но знаете как в каком-нибудь Том и Джерри в детстве, то вы серьезно заблуждаетесь. Здесь у нас только модно молодежные ребятишки. И это прям жестко уебищное. Карадоксально. Подожди, это богатырь, который телепортируется? Погоди, то есть они сделали супергеройский всаратый мульт под названием Бога... Бога... Богатыри? Где я? Так и запишем в отзыве на мультфильм. А-а-а-а. Спасибо за внимание. Такси! Где тут такси? Долго ему еще ждать? Так, вот тут вы сп... Какая смешная. Палились. Модный молодежный дерзкий мультфильм, где дети пытаются ловить такси вот так вот. Вместо того, чтобы вначале проверить, ловит ли здесь какой-нибудь Uber. Нереалистично, господа. И за такси ты платишь? Как это я плачу? Они видят друг друга примерно. Современная женщина. Но современная женщина наша современная женщина. За рубежом она оскорбилась, если бы ты веришься. Но наша, наша женщина, да. Если ты настоящий мужчина, да. Я, конечно, полечу в Турцию или в другое место, но вот здесь ты, конечно, за меня заплати. На минуту, но девушка уже решила, что парень должен за нее платить. Как приятно наблюдать за развитием этих здоровых отношений. Спустя пару минут появляется еще один персонаж, у которого мускулы вместо характера. Привет, красавчик. И один тилач с прекрасными бицепсами. Хе-хе-хе-хе. Трицепсы тоже хороши. Какой же он всратый. Да нихрена за рубежом в этом плане еще более консервативные девушки. Плати-плати-плати. Ну, впервые такое слышу. Нужен он тут, чтобы, видимо, челкаря еще сильнее чморили. Я вообще оказалась в этой стремной деревне в компании странного гика и симпатичного спортсмена. И пофиг, что он тупой. Я буду подчеркивать, как он крут на фоне этого задрота. И при этом я претендую на персонажа, который должен вызывать симпатию. Вот такой вот взгляд у создателей на женщин. Итак. В Польше очень много таких. Ребята, но если мы говорим о Европе, я могу перечислить, да, ряд стран, где... Но я все-таки не считаю, что... Ну, понимаете, как бы есть... Вля, как бы объяснить. Чтобы никого не обидеть. Мы уже тысячи раз об этом говорили. Но Европа, она как бы делится. Так скажем. Но, в общем, не суть. Короче, Европа очень сильно делится. Вот есть Европа-Европа, а есть вот... А есть Европа. И вот Европа, она не Европа. Там бедно, хуёво и так далее. А есть Европа-Европа. Там заебись богатые пиздато, блядь. Ну, грубо говоря. Ну, это типа... Ну, я не знаю, как еще сказать, блядь. Дамочка по имени Едвига с парнем по имени Коша все же догадываются использовать мобильник для вызова такси через две минуты после неудачной попытки в автостоп. А стоило бы вначале сделать машину из подручных средств и только потом перейти к этой крайней мере. В США девушки-официантки получают чаевые почти в 80%, а парни в 20%. Весь мир в округе крутится вокруг женщин. Я уже миллионы раз об этом говорил. Вообще сейчас... Сейчас все крутится. Вот вокруг. Мужчина... Мужчина не получает поощрений почти никогда. Если ставить девушку и это, девушке всегда достается больше и пра-бла-бла-бла-бла в таких местах. Это забейте. Если ты девка, которая не страшная, а еще и симпатичная, а если красивая, то мир начинает реально... Мужчины начинают... Потому что мужики у нас вот... Да. Я знаете, вот всегда... Я сейчас скажу свою мысль. Я не вижу ничего плохого, когда мужчина, так скажем, он для своей любимой девушки вот весь вот такой вот. Понимаете, да? Я считаю это нормально, когда ты любишь свою девушку, у тебя как бы другое. Это твоя девушка. Ты ее любишь, ты для нее вот... Это одна ситуация. Но! Я поражаюсь с мужиков, которые видят девку в первый раз, и они к ней уже вот... И они прям перед ней все вот... Ты ее, блядь, видишь в первый раз. Она с тобой даже... Ты просто, блядь, ты второй раз ее видишь. То есть просто потому, что она девчонка, и потому, что она симпатичная, он уже перед ней, как, блядь, перед своей женой. Вот это меня реально удивляло всегда. И так почти перед каждой. Я всегда удивлялся в этом плане с мужиков, то есть, как бы, да? Это так странно, типа, для меня. Типа, почему? За что? Ведь, ну, типа, супер странно. Как я уже сказал, я не вижу ничего страшного в таком победении, если это ваша любимая девушка или ваша жена. Это нормально. Типа, вы хотите, чтобы она была счастливая, ни о чем не заботилась, и сделать ее жизнь максимум комфортной. Потому что это, блядь, ваша женщина. Ваша женщина, понимаете? Но, как бы, в остальном я не понимаю этой ситуации. А я жене спуска не даю. Выделяю деньги чисто только на нужное. Меня бесит, когда говорят, что мужчина должен всю ЗП жене давать. Нет, ни в коем случае. Какая? Никакую всю ЗП жене. Что за бред, блядь? Что из крайности в крайность? Я, во-первых, считаю, что как только мужчина отдает свои деньги женщине, это его, как минимум, психологически очень сильно начинает уничтожать. Этого делать нельзя. Мужчина, который зарабатывает, должен обладать своими деньгами самостоятельно. Это его деньги. Он на них работал, блядь. Другое дело, что делиться этими деньгами мужчина может как хочет. Если он сам захочет дать дохуя денег своей женщине, это его право. Но это он решил. Это его деньги. Он ими распоряжается, понимаете? Вот эти вот, блядь, отдавать деньги, это полная хуйня. Мы же не об этом говорим. Там, если ты там, блядь, зарабатываешь, ну, условно говоря, там, не знаю, блядь, полляма в месяц, допустим, там, дал ты своей женщине 50 тысяч рублей, например. Ну, как бы в этом нет ничего хуёвого. Ради бога. То есть ты ей пизда-то, она там дохуя всего сделает, ей охуенно. Окей. Ты же можешь себе это позволить? Почему нет? Вот. Но ты же ни в коем случае не должен ей отдавать все полляму, чтобы она ими распоряжалась, блядь. Это полная хуйня. Мужчина должен контролировать свои финансы самостоятельно, я чётко в этом убеждён. И ни в коем случае никуда деньги своей женщине не давать. Смени пол на женский, и тебе буду больше донатить. Но я могу сказать так, если бы я был девочкой, мне бы их правда больше донатили. По боку появляется вот этот мужик, который пытается просто заткнуть всех персонажей. Прибрали языки и убрали громкость до нуля. Новобранец, тебе какое-то отдельное пояснение нужно. Мы все говно! Мы все говно! Говно! Получается, времени совсем не осталось. И именно им придётся быть богатырями. Это же, что же получается? Что от этих трёх недотёп зависит судьба мира? И создал Господь землю, чтобы её спасли три куска графона, у которых светотень вышла из чата. Я Соловей Романович, а это место богатырская застава. Граница между миром людей и миром сказочным. С инфраструктурой тут, как видите, непорядок. Какая охуяня. Даже какой-нибудь пятёрочки рядом нет, поэтому жрать мне придётся вас. Бля, на пятёрочку не надо бычить. Я уже тысячи раз сказал пятёрочки сейчас заебись. Новые точки пятёрочки охуенно. Не переживайте, перед этим ещё будет лёгкая изна... Это уже всё, это не та пятёрочка. Просилование. Хороший ведь аргумент, а? Короче, выясняется, что все эти ребята потомки богатырского рода... Не-не-не, пятёрочки реально респект заебись, они трансформировались, блядь, реально. Раньше был бомжательный пиздец, блядь, а сейчас... А сейчас нахуй просто премиум, блядь, хата. Хорош-хорош. Которых призвали защищать мир от вторжения чудовища Чудо-Юда. И вот этот мужик, Соловей Романович, собирается их обучать. Но, видимо, у нас тут этакий бюджетный Гарри Поттер. Типа, когда хотел учиться в красивой школе волшебства, но бюджет позволил только одного трудовика в какой-то дыре, где, судя по всему, есть только одна халупа на всех. Серьёзно, я с трудом могу представить себе более бедное окружение. И, кстати, взгляните ещё раз на заставку и на сам мультфильм. Что ближе, туда и хожу. Ну, у меня то же самое. На заставку и на мультфильм. Вас ничего не смущает? Заставка — это просто обман. Графика в ней гораздо приятнее, чем в самом мультфильме. Это псевдонарезка отрывков из мультсериала. Как это называется? Блядь, как эта хуйня называется? Когда трейлеры ещё игровые так делают. Ну, слово скажите мне. Пререндер, блядь, точно. Редизайновые пятёрочки почему-то и по свежести товар контролятся лучше. В старых форматах как лежало гнили, так и лежит. Ну, они меняют, видишь, теперь. Они себя по-другому начинают позиционировать. Они уходят на нового клиента. На самом деле в нём нет. Я просто поражён таким видом наглости. Придёт Чудо-Юдо. Вы сами-то верите в эти сказки? Ну, вообще справедливо. Это уже, если что, вторая серия. Тут Вульф на стриме цирк устроил, привёл в новую пятёрочку толпу стримеров, и они с кучей операторов там просрочку бегали и искали. Блядь, Вульф меня, по-моему, звал в эту хуйню, кстати говоря. Я отказался. Но он мне предлагал... Он мне предлагал две штуки. Ну, короче, да. Сто пудово... Сто пудово, да. Я отказался. Отказался от этой штуки. Вообще, честно говоря... Ха-ха-ха, Рилли... Нет, правда, да. На полном серьёзе. Он мне написал ВК и предложил... Он предложил мне вот... Короче, эту штуку со стримерами. И предложил мне совместный стрим ещё. Вот. Но... Я скажу так. Сейчас, наблюдая за некоторой движнёй, которая происходит, я немножко... Расстраиваюсь. В плане того, что... Вульф напоминает... Не знаю, как, короче, как сказать. Становит... Ну, напоминает... Как его? Хайпует. Прямо жёстко. Но... В этом плане прям вот... Неприятно смотрится. Честно скажу со стороны. Но, опять же, я просто консервативный. Но всё это какая-то прям шоу-движуха, которая... Ему, кстати, Херс тебя порекомендовал. Здорово, здорово. Но Херс знает, что я никуда не хожу, блядь. Вот. Звал просрочки поесть. Если нет, то ждём. Но сам Соловей не показал никакой магии. Всё, что он делал... Но он всех подряд ему рекомендовал. А, ну, вот тем более, блядь. Это говорил про великую битву, которая рано или поздно свершится. И один раз поговорил просто с воздухом. Значит, богатырская застава их... Хе-хе. ...призвала всех троих. Так что пока это выглядит так, будто какой-то шизоидный деревенский мужик просто похитил трёх детей для каких-то нездоровых утех. Если так и окажется, то мультсериал спасён. Однако магия проявляется... Если бы Стас Аскет тебя... Ну, я бы пригласил бы Стас Аскет к себе на стрим, на самом деле. Но он не пойдёт просто. Вот. Я бы с ним постремил бы, просто поговорил бы с ним, как он живёт бы, расспросил вообще чё-то как. Благодаря Едвиге, которая заставила Кошу застыть. Но мне кажется, это не столько сюжетное решение, сколько повод аниматору отдохнуть. Ведь он же так перестарался в этом проекте. У Коши обнаружился важный дар. От испугу он так... Почему у тебя в ВК указаны, что твои взгляды монархические? Интересно, почему человек указывает, что ему, например, нравится какой-то определённый автомобиль? А, наверное, потому что ему нравится этот автомобиль, блядь. Коченей. Это очень крутая способность неуязвимости. Это, блин, самая тупая суперспособность на свете. А какие тогда способности у других, ребят? Чудесная паническая атака и поразительный метеоризм? Люди их скурят в сторонки. Когда он в таком положении, ему ничто повредить не может. Погоди, с чего это? Вроде не было сцены, где вы пытались его отмудохать. А зря я бы сам хотел бы присоединиться. Выглядит так, будто чувака просто пытаются не расстроить. Типа, не волнуйся. Ты не просто при первом же уходе от тебя девки словил панику и валялся не в состоянии двигаться. Это твоя неуязвимость? Ого. Круто! Значит, я могу им как дубины размахивать. Уверен, что при следующем испуге он просто словит сердечный приступ и до трансформации не доживет. О, да ты мой фанат! Да ладно, не смущайся. Что? Сейчас выяснится, что вот его суперспособность это открытая гомосексуальность? Которая тоже, наверное, ведет к неуязвимости. И все в этом мире ведет к неуязвимости. Мальчики, я зашла. Ты испортила всю обстановку накаляющегося сексуального напряжения. Но на деле у качка Алекса просто включается режим чувства собственной важности. Честно говоря, я и сам бы не прочь быть своим фанатом. Ха, может мне начать фигурки с собой выпускать, а? Или футболки? Это что, призыв купить мерч? Алекс, ЭБАЧСВ, Богатырята, футболка. Не нашлось ничего. Ну, кроме возможности купить этот мультик на DVD. Полная версия 10 серий, очень интересно. Впрочем, логично, ведь это зрелище в... На DVD. Выглядит как что-то сделанное в момент, когда DVD были актуальным форматом. Пиздец, да. Хотя тут я даже польстил. Ребята... Реально, бля, чуваки делали мульт и позаботились о DVD. С помощью силы... Это охуеть. Интернета, который тут любезно есть... Стоп, этого трудовика озвучивает Пётр Гланс? Да. Только заходить нужно со специального компьютера с пустыми клавишами. Видимо, рассчитанную на слепую печать, ведь все персонажи здесь явно подтянут это со своим интеллектом. Сладкая парочка находит инфу, что... Чем ты тут, черт возьми, занимаешься? Товарищ, пройдёмте в подвал на фотосессию. Это какую фотосессию? Я не понимаю. Ядвиги является Баба Яга. В общем, среди твоих дальних предков была... Баба Яга. Не переживай, со злыми родственниками всегда можно закончить вот так. Блядь, а судя по этому качку и какой он гачи, у него, видимо, была в родственниках избушка на курьих ножках. Это была тонкая шутка, которая намекает на слово, которое я не могу сказать на Твиче. Я Рэй. Рэйска. В отношении человека. Айуокер. И знаете, это сравнение очень корректное. Что Рэй имеет способности просто потому, что у неё дед крутой. Что вот здесь? Глубоко, да. Бабка, ёшка. Бред какой-то. Как это поможет понять, в чём моя сила? Помните, ребята, залог к победе это удачные гены. Прекрасная идеология. Но на самом деле Рэй хотя бы немного обучали. Чем вот не особо тут занимается Соловей? Я уже посмотрел 5 серий, и он вообще не занимается развитием способностей детей. Вот типичный пример завязки. Появляется такое существо, как Морок. Оно принимает облик одного из персонажей. И по идее, Соловей должен рассказать неопытным детям, что делать в такой ситуации. Ну а он... Я настоящий кошек. Ладно, я пошёл. А вы тут вот разбирайтесь. Отлично, мужик. От тебя так много толку. Коротко об образовании, блядь. У вас первый урок какой-нибудь высшей математики. И препод в первую же минуту даёт вам сложнейшую контрольную и просто сваливает. Алекс, есть идеи? Блин, мне и так было больно наблюдать за волосами этого героя. Будто они специально были выбраны аниматорами для демонстрации того, насколько всратый графон можно родить, сконцентрировав все силы. А теперь носители этих волос ещё и два. Кстати говоря, есть одна хуйня, которую я понял только спустя много времени. Это вот настолько у меня были честные взгляды на жизнь. Я помню, как учителя в школах очень часто уходят куда там, когда тебе дают задачу и так далее. Говорят, вы сейчас пишите диктант, там ещё что-то, ещё что-то, сейчас я пойду, мне надо зайти к директору, я приду. И они уходят. И такое, на самом деле, происходит очень часто. Раньше я думал, что они просто уходят к директору. Ну, и только потом я понял, что они уходят реально для того, чтобы вы списали. Вы спросите, зачем? Нахуя, блядь? Нахуя им это надо? Чтобы отчётность была о проделанной работе и конкретных результатах. И чтобы мне дали пизды. Поэтому они специально съёбывают, чтобы вы своими руками нахуярили. А потом приходят. И так они делают до-ху-я-раз. Они специально съёбывают, чтобы вы, блядь, списали. И знаете, как персонажи всё разруливают? Суперспособность Коши замирать от страха. Сценаристы просто вынуждены были кое-как придумать ситуацию, где способность Коши будет не бесполезна. Ну, тут хотя бы есть какой-то элемент сверхъестественного. В то время как у Алекса... Смотрите, как я могу, а! Ну, он держит камень одной рукой. Но в течение всего мульта ему не дадут сражаться с монстрами. Так что не удивлюсь, если камень бутафорный. А чувак, ну, просто качок. Просто синтоном нахуярился, как тот, бит, руки-базуки. Если я отожмусь 30 раз от пола, этого будет достаточно, чтобы стать сверхчеловеком. Ситуацию немного спасает появившийся персонаж Василиса со способностью к невидимости. И это прекрасно. Потому что чем меньше я вижу эти модельки, тем мне явно легче. Никому с нами не справиться! Хорошо... О, неужели наконец будет битва? А то уже 6 серий. Я слушаю про то, что грядет великое противостояние, но ничего не происходит. Попробуйте справиться с этим. А, класс. Орг подкидывает книгу заклинаний, ребята ее читают, и после... А, класс. Орг подкидывает книгу заклинаний... Ребята ее читают, и после этого все сказочное страдает от выросшей травы. Герои теряют способности, что на... ЛС, окей. Это не играло бы роль, если бы за весь мульт они хоть распользовались бы ими для какого-то важного дела. А Василиса и вовсе при смерти, ведь она из мира сказ... А еще заметил в универе их страту еще одну. Те преподы, которые типа жесткие, вначале сильно контролят, палят, выкидывают с экзамена, если увидели, а уже потом закрывают глаза. А потому что потом статистики их ебать начинают. Разочных персонажей. И да, герои собираются вокруг персонажа, который не может встать. Вот только знаете, у меня почему-то преподам в инсте вообще было похуй. Они просто ебали. Они ебали и выкидывали тебя на пересдачу. И еще на что. И вообще было похуй. Ну прям реально похуй, блядь. То есть просто ставили этот неут, блядь. Или если был экзамен, двойки могли посадить. То есть все иди нахуй, им вообще поебать. Поэтому не знаю вот насчет вуза. В школе, да, вот вуз, им что-то посрать. И не понимают, что делать. Круто. Прямо как они уже делали четыре серии назад. Тут, видимо, каждый из этой компании обязан хотя бы серию поваляться в предсмертных конвульсиях. Ведь я знаю ее целых три серии. И знаете, что делают герои? Они взяли и просто отпинали траву. Причем подается это действие чисто крапиву отпиздили палкой. Будто какое-то гениальное решение, что требовало коллективного мозгового штурма. Вот что у вас в голове при слове богатыри. Эпичные битвы с драконами, с армиями врагов, с эпичными путешествиями. Но так делали только отстойные богатыри прошлого. Современные богатыри. Большую часть серии валяются на полу, а потом пинают траву, будто это какое-то тяжелое дело. Я посмотрел уже половину серии и вот это, самое эпичное, что здесь вообще произошло. Ну что, следующий эпизод будет про то, как они пнули банку на земле и после этого долго страдали от того, что ножка бобо. Нет. На самом деле, следующая серия рассказывает про героя, который застрял во временной петле. И несмотря на то, что это затертая концепция, которая где только не была, в контексте вот этой общей халтуры, это, наверное, лучшая история тут. Но не переживайте, уже следующий эпизод будет про то, как вот этот Дегрот расставлял ловушки на чудо-юдо, но вместо того, чтобы поймать его, он обездвижил одного своего приятеля, второго приятеля, и вот уже, казалось бы, понимает, что он делает что-то не так. Это чудо-чайник. Он создает ловушки, из которых никто не выберется. И в ловушку угодили Василис из Коши. Смотри, как это было. Я взял этот чайник и всего лишь обошел их кругом. И как только я их обошел, ну вот, и ты и двигать теперь в ловушке. Какой же ты тупой! Давайте так, в поп-культуре есть много крупных персонажей. Вот, например, инспектор Кулузо из Розовой Пантеры своей тупостью создает забавные ситуации, над которыми можно посмеяться. К тому же, у него есть серьезный и умный... Это вообще не смешно было. ...напарник, создающий забавный контраст. Ну или возьмем какого-нибудь Гуфи, который просто сам по себе обаятельный. А вот этот ходячий стереотип... Да, он, кстати, раздражает нереально. ...тупого качка вызывает только ненависть своими действиями. А когда, извините, кроме него не остается других персонажей в течение истории, такая перспектива нагоняет ужас. Зачем он вообще какой-то призрачный страшный враг, когда они сами себе враги? Ладно, герои попали в неприятность. Интересно, как они из нее выберутся? А, я сейчас вам покажу. Я думала, я не выберусь. Хорошо, что от этих ловушек есть средства. Щепотка соли и ваш друг на свободе. Ну, круто, все разрулилось с помощью силы возможности. У того Огра знак Орды на плече. Реально? Можность уйти в темноту. Представьте, что вы смотрите, например, Звездные войны, вам показывают, насколько страшным оружием является Звезда Смерти, и потом уход в темноту и далее уже показ, как герои получают награды за то, что уничтожили эту самую Звезду Смерти за кадром. Это драматическое безумие. Как мне, может быть, не плевать на героев, если все, что с ними может произойти, легко исправляется силой идиотского монтажа? А, не за что, говоря. В последних сериях Орг гипнотизирует Ядвигу и происходит это. Знаешь ли ты, как сделать заставу беззащитной? Очевидно, что именно в нас есть что-то, что ее защитит. Значит, достаточно справиться с вами. Как здорово, что тебя вообще не смутил ее голос. Я зря гнал на качка. Тут тупые абсолютно все. Ну и начинается бесподобный экшен. Вау. И вот у нас финальная серия, где как прикольно они с пылами хуярят. Где нам, наконец, должны показать это самое чудо-юдо. Сейчас на экране вы можете наблюдать, как обычно изображают этого фольклорного персонажа. Как огромное жуткое чудовище, поражающее воображение. А вот помните этого самого типичного орка? Не, у него не знак орды на плече, если что. Так вот. Нет, я не получал стипендию, бро. Чудо-юдо, это он. Блестяще. Мне не интересно ничего. Без них мир будет лучше. На кой черт он общается через соловея, если до этого нам показывали, что он может говорить? Если бы на его месте было какое-нибудь огромное чудище, которое в силу своих масштабов не могло бы общаться с обычными людьми и выходило вступить в контакт только через другого человека, в этом был бы смысл. А вот это просто выглядит тупо. Ну ладно, я жду наконец проявления способностей героев, о которых нам столько говорили. Конечно, сомневаюсь, что валяющийся на земле Коша это то, что будет эпично смотреться в финальном бою, но возможно хотя бы в отличие от других тупорей он хоть выживет. На деле Коша признается едой. Пришельцы не прилетают к землянам из-за Путина и инопланетяне очень пристально наблюдают за нами и возможно начало войны на Украине их только впугнет. Это примитивное поведение достойное межгалактического союзника британской газеты Дэви Стар Ну это какая-то желтая хуйня блять ёб твою мать Кедвиги в своих высоких чувствах и сила любви конечно же исцеляет ее от гипноза Ну тогда вообще не понимаю проблему Пусть так же загипнотизированному Соловью тоже кто-нибудь признается в любви А его никто не любит просто И вообще все разрулится Ладно вы готовы к финальной битве? Чай ты будь бы постоянно под гипнозом пока бы не пришел я Может Коша специально воспользовался своим даром Чтобы я воспользовалась даром своим Кошей пнули как каким-то снарядом Я хотел бы поинтересоваться осталось ли у него после этого хотя бы доля самоуважения Но сомневаюсь что оно вообще у него изначально было Мой дар пригодился Как удачно что я такое долбанное цикло по жизни Ах да если что чудище побеждено Как думаешь богатыря-то готовы к приходу настоящего зла Не знаю Перед ним никто не устоит Но они же научились кидать своих друзей кидать ну когда беда они кидают своих друзей и таким образом решают свои проблемы Мы вырастили настоящих крыс Конечно на зоне они ну все будет нормально блять Спасибо Василий Вот второй сезон действительно не устоял и так и не вышел Хотя конечно может его все это время делают доводя визуал до совершенства Что я могу сказать пусть господин Энакин все выскажет за меня Ненавижу Я хочу извиниться перед мультфильмами Аленушка и Ерема и Чудо-Юда которые я пинал до этого Это были настоящие шедевры по сравнению с богат... Ну кстати говоря да Батырятами Я большего плевка в... Блин Аркад я же тебе ответил никак В сторону самого понятия богатыри даже представить не могу Я смотрел Братья Пилот когда был пиздюком чувак Заставка проекта врет не только в плане визуала но и касательно своей динамики ведь у зрителя создается ощущение что это какой-то насыщенный событиями мультсериал а на деле герои просто топчутся в одинаковых тусклых локациях и решают проблемы либо за кадром либо за пару секунд персонажи это плоские стереотипы которые никуда не развиваются и вызывают раздражение сюжет не имеет смысла у нас есть учитель соловей который даже не учит героев развивать их способности вот оказалось что Ядвига умеет двигать предметы блин я Ядвига только сейчас понял что значит Ядвига вот да Ядвига блять в этом угар вот это тонко так вот Ядвига блять вдруг это может быть опасно для нее и окружающих может ей нужно дать пару уроков а видимо от чувака видимо зовут Явъебал блять который качок блять от того-то этого я засал тогда все прям отлично а нет отлично подходит так все нормально тогда зачем вообще соловей тут нужен не ясно зачем нужен злодей вокруг которого весь мульт нагнетают страх чтобы слить его за один момент непонятно в чем заключается супер сила Алекса так кто знает почему злодей в конце просто трындит с соловьем я не знаю он никакой не злодей а типа такая проверка ну если только проверка наших нервов это ужасная халтура которая не имеет никакого отношения к классическим богатырским былинам да и вообще к хоть какой-то относительно внятной истории страшно осознавать что такой бренд как союз мультфильм теперь навеки запомоен этим ну а с вами был Акар если вы не смотрели мой прошлый ролик про всратые переводы ой да чат и даже ведь детям это не нужно поэтому не выходят эти следующие сезоны абсолютно тупая обосная халтура хотя казалось бы посади пиздюка малолетнего но двигается что-то нарисованное и нормально нет не в этот раз это не может про всратые поиски и ой не может Продолжение следует...